65 лет вместе и в горе и в радости, а теперь и в тягостях. Супруги Юрия Ивановича и Зоя Георгиевна люди скромные и неприхотливые. Дом свой построили сами. Сейчас коротают старость вдвоем. И кто бы мог подумать, что спустя столько лет семейный покой нарушит быт. У пожилых людей нет в доме ни воды, ни канализации. Туалет в огороде, там же колодец. Вот это ведерко маленькое. В молодости, рассказывает Юрий Иванович, силы были. Принести воды из огорода труда не составляло. Теперь это настоящая пытка. Пенсионеру 91 год. Участникам боевых действий его не признали. Хотя он честно служил с 44 по 51 год. Сначала в Горьком, потом в Грузии. В мирную жизнь вышел командиром танка. Семь годов служил. Сколько сил положил. Вообще трудно было. После войны это сразу и питание плохое было. Даже было прямо, что в столовую идешь, а бочка стояла с капустой. Ну ж, какая тут капуста? Вот все бегут и раз в карман. Пенсии у Гусевых маленькие. Большая часть денег идет на лекарства. Есть дочь, но она живет в другом городе и приезжает к родителям по мере возможности. Просить эти скромные люди не привыкли. Но сейчас стало так тяжело, что от помощи не откажутся. В это ведерко мы наливаем воды для умывания. И руки умываться, и утром умываться, и руки мыть. А вот сюда приносим в ванну с улицы, моемся, воду греем на газу в ведрах. Вот наливаем сюда в тазик. Вот у нас даже и ведро, вот и ведро. Воды нам запасают. Вот нагреваем его, моемся и вот этим ковшечком поливаемся. После нескольких публикаций в средствах массовой информации желающие помочь нашлись. Пообещали и канализацию, и воду в дом, и отеплить холодное помещение, где можно будет помыться. Супруги надеются, что в этот раз их не обманут. Проживают Гусевы в Иванове. И если вы тоже хотите помочь сделать их жизнь чуточку легче, звоните нам в редакцию 93 40 09. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.